Значит, я хочу сегодня поговорить о революционном методе обучения ребризер дайвингу, поскольку эта тема, в принципе, поднималась сегодня уже другими спикерами. Обычно у нас дайверы долго учатся в рекреации, потом учатся техническому дайвингу на первом цикле, а потом, наконец, говорят, что есть такая волшебная машина, как ребризер, и они переходят на ребризер для освещения все более и более сложных погружений. Ну, такой метод, он, на самом деле, небезопасен, и я сегодня расскажу немножко почему. Немножко о себе, так сказать, ну, меня уже несколько раз представили, меня зовут Паверий Бутин, мне 54 года, я занимаюсь на ребенку. С 1987 года, с 2003 года я занимаюсь ребризерами, с 2008 года я инструктор. Значит, основная моя деятельность – это проектирование различной дыхательной аппаратуры. И в этих своих работах по изготовлению дыхательной аппаратуры я руководствуюсь принципом, что я никогда не делаю то, что я могу купить на ребенке за деньги. То есть, если я могу что-то купить, я не делаю копии, я, так сказать, просто покупаю. И вот, когда в 2003 году я захотел заниматься ребризерами, я обнаружил, что купить ребризер я не могу. Ну, по той простой причине, что это были достаточно большие деньги, которые я тогда еще не зарабатывал, и, значит, я решил, что я буду делать сам ребризер. Я сделал много ребризеров, здесь всего ничего показано, хотя вот интересная особенность – я подбирал картинки по красивости, а потом посчитал, что три ребризера из представленных являются генеративными ребризерами, так же, как у одного из предыдущих в Питере. Значит, в 2008 году я стал инструктором, и мои приоритеты изменились. Мне уже были не нужны ребризеры для себя, мне нужны были ребризеры для обучения моих студентов. И я, продумывая, как должен выглядеть ребризер для обучения студента, резко изменил концепцию, продал свои ставы ребризеры и стал делать совершенно другие аппараты. Это выделилось в том, что в 2010 году совместно с предприятием ООО «Кампа» группы компании «Детис» мы делали серию аппаратов «Ида Афалия», а вместе с «Маско БДР» мы разработали учебные курсы для обучения студентов на лицах аппаратов. Когда в 2012 году «Кампа» сказал, что, наверное, оно выходит из проекта, проект сохранился, совместно с Сергеем Бойковым «ТДЕ» мы продолжили работы, и он вполне успешно заместил собой производственную базу «Кампа». И, значит, регийкой стала называться «Ида Аспра». Ну, значит, мои, так же, учебные ребризеры, которые использовали в обучении своих студентов и для своих собственных погружений, это «Поседон» и «Инспирейшн», которые, так же, проходят достаточно глубокую модернизацию, опять же, с применением кислов «ТДЕ». Значит, ну, есть всякие другие ребризеры, значит, в разном значении, кстати говоря, вот здесь по центру видна конфигурация с двумя ребризерами, один бэкмаунтер выезда, другой сад баунтер выезда для дублирования. Ну, а в последнее время, так сказать, я больше работаю на ваерокосмической тематике, то есть моя тема – это скафандры, систему жизни и ликтения для обеспечения стратосферного туризма. То есть я работаю в компании, которая планирует запускать туристов на 25-30 км вверх. Кроме того, я работаю над нейро-эперфейсами и киберкостюмами, которые позволяют здесь показанную одно из предъявлений – модернизацию тела человека. И я, и основатель компании «Олевия Кибер» на выставке может мне подойти и поговорить. Значит, итак, почему же ребризеры опасны и почему же дайверы на ребризерах иногда гибнут? Значит, возвращаясь к теме, ну, если обратиться к опыту космической индустрии, есть такое понятие, как проектная или расчетная авария. То есть это та авария, которая была предусмотрена на этапе проектирования системы. Заранее известно, что такое может случиться, и мы составили план, как выйти из этой ситуации. Ну, здесь, ясно, уже показано радио-союз, термическим кораблем-союз, которая три раза терпела аварию со срабатыванием системы спасения. При этом это была штатная авария, которая заранее была продумана, и все три раза экипажи космонартов остались живыми и невредимыми. Вот пример запроектной аварии. Это видом Челленджера, когда на этапе проектирования не было предусмотрено системы спасения на первых 120-70 секунд полета космического корабля. Так вот, в дайвинге у нас нет запроектных аварий. Все аварии, которые могут случиться в дайвинге, они расчетные или проектные. То есть все, что нам рассказывают на курсах, если это правильные курсы у правильных конкурторов, это полностью достаточная информация, чтобы нырять безопасно и не гибнуть. Значит, почему же дайверы погибают? Потому что они совершают ошибки. Значит, ошибки бывают трех типов. Это ошибки планирования. Ну, то есть мы спланировали что-то, что мы должны были спланировать в нашем уровне квалификации. И неправильно посчитали с вами то, как мы зарезим какую-то жопу, и как мы оттуда будем выбираться. Второй тип ошибок, когда ошибки в ходе поружения, когда мы что-то сделали не по своему правильно составленному плану. То есть мы правильно составили план, но при этом неправильно его реализовали. И третий тип ошибок, это мы не смогли правильно реализовать аварийный алгоритм выхода из аварийной ситуации. Значит, в ребрейзер-дайвинге все абсолютно то же самое. А ребрейзер не отказывает таким образом, чтобы убить нас. То есть любой отказ ребрейзера это штатный его режим работы, которые мы должны были пройти на курсах и владеть им так же хорошо, как и работа в нормальном состоянии. То есть причина гибели дайверов это ошибки, которые идут от недостаточной обученности, либо недостаточного опыта. Ну, два примера. Один не очень опытный ребрейзер-дайвер решил, что он самый умный и снял со своего ребрейзера манометры, поскольку считал, что они ему мешаются, а в ребрейзере газ расходуется примерно по времени, и поэтому у него все будет хорошо. Но нет, аварийная ситуация с потерей газа, ну, с окончанием газа пришла к нему внезапно, он не смог послевести режим выхода из аварийной ситуации и уже. Вторая ситуация. Очень опытный, чудовищно опытный технический дайвер на открытом цикле, опытный на открытом цикле технический дайвер, перешел на ребрейзер и перед погружением забыл кабель для включения компьютера. А в результате он решил нырять, рассчитывая декомпрессионное обязательство без этого кабеля, но он был недостаточно опытный для этого и правильно рассчитал, получил декомпрессионное заболевание и умер. Как говорил Жанецкий, можно все только в инфиратуре поправить? А какая же главная ошибка, которую нужно поправить по всей этой системе? А ребрейзер — это совершенно новый мир для дайвера. То есть если вы раньше плавали на открытом цикле и достигли каких-то высот, то перейдя на ребрейзер, вам надо начинать учиться заново, с нуля. Считать, что вы open water, что вы ничего не умеете. Заново пройти всю цепочку. Если вы это не делаете, вы находитесь в зоне риска. Если вы начнете продолжать наращивать покупку, вы покупали ребрейзер многие, и теперь хотите получить от этого выгоды. Но если вы не вернетесь на начало, то вы находитесь в зоне риска. Чем раньше вы начнете использовать в своей карьере ребрейзер, тем больше вы находитесь в безопасности. Это связано с тем, что для более простых погружений требуется более простой ребрейзер. Чем больше ребрейзер, тем меньше у него отказов, и тем проще выход из аварийной ситуации в случае этих отказов. То есть вы научитесь постепенно. Отцы основателей технического дайвинга на самом деле все придумали давно за райдинг. Значит, когда вот в 80-м году Виктор Медуховский основал ассоциацию международную нациальных дайверов, а потом в 91-м году выносил полкаунта, они создали МТД, международную ассоциацию нациальных физических дайверов. Значит, какая особенность курсов у этой ассоциации была изначально запланирована? Что закладывали ассоциативы? То, что человек в ребризере... То есть человек может пройти обучение на ребризере прямо начиная с самого начала. То есть он проходит ОВД, проходит Найтаркс, следующий курс ребризера. И следующая линейка курсов, он уже может проходить, выбирая в качестве своего аппарата ребризер. Адванс, open water, дайвер. Адванс, ребризер, open water, дайвер. Адванс, ребризер, open water, дайвер. Дип, ребризер, дайвер. И так далее. То есть идет последовательно на возрастание сложности погружений и набор опыта. Значит, для такого начального уровня обучения как раз нашлись аппараты. То есть где-то в этом году фирма драйвер сделала ребризер на основе военной технологии. Ну он взялся танец, потом брызин. Потом они сделали рей. Ну другие фирмы посетились. Там к Сиену, например. И это было, вообще говоря, очень хорошее время для начального обучения ребризер-дайверов. То есть мы приходили на курс, у вас обучали на той уровне. У них взял обучение, занимаясь опытом, потом переклинились в Брэш. То есть, к сожалению, в глупости, что иногда это все закончилось. Но тут, в красаве, это революция. И появился посетон Discovery H6. То есть это шведская компания, совместно с американцами, с командой Цесуна, сделали аппарат. То есть он при начале обратился для погружения в пещеры. Но не поклая пещера, а комбинированная. То есть там, где нужно носить грудь по сухой части. И требовалось много шерпов, которые это делали бы к иммуноте при этом продвинутыми психическими дайверами. То есть оказалось, что аппарат реально подходит для рекреационных дайверов. У него есть множество особенностей, о которых мы сейчас не будем говорить. Я уберу только последнюю. Инфектуальная батарея как раз для уровня обучения. То есть технически аппарат не позволит вам совершать погружения в большем уровне вашей сертификации. Если ваша сертификация Advanced, то вы ныряете как Advanced. И технически вы можете совершить погружения более сложные. То есть если вы собираетесь ударять на 60 метров, то вам не нужен аппарат на 200 с плюсом. Ну тут в качестве картинки там есть известный аппарат с этим же с этим фильмом. Фимисантус, интернет. Отличный аппарат. Отличный аппарат для погружения на 200 с плюсом. Но, к сожалению, не подходит для раскрытия погружений. Поэтому выбирайте тот аппарат, который для тех погружений, которые вы совершаете сегодня. И думайте о том, куда вы будете нырять завтра, Выбирайте аппарат в этом принципе. И вот, тут возвращаясь к теме тех первых аппаратов, которые я делал. Один из принципов это было использование полузампутного цикла в качестве такого простого, легкого начала обучения. Тут как раз сравнивается конфигурация, которую я делал в последовании с конфигурацией. Это один из вариантов лидера Астра. До глубины 30 метров. Эффект почти такой же. Ну, в честь разница. Разная цена и искусственная ферма. Значит, вот. Для продвижения дайвера по своему инвестиционному пути отработаны несколько схем перехода. Значит, ну, время наканчивается. Поэтому, если кому интересно ли обходить, я вам расскажу подробно со мной об этих нюансах. И также разработана идеология перехода между различными конфигурациями. Как от и до Астра, так и включая и процедуру. Зачем? Можете сфотографировать. Можете сфотографировать мой телефон. Я, в принципе, здесь ищу сегодняшний день, завтрашний день и позавтрашний день. Проходите. Задавайте вопросы. Я, в принципе, на них отвечу. Спасибо за внимание. Валерий, большое спасибо. Продолжение следует.